Как тут основная масса торгашей поставит цену, так вынуждены и бабушки ее придерживаться. Те, кто здесь постоянно торгуют, то есть те, кто занимается скупкой этой же ягоды у пенсионеров, у садоводов, и потом просто накручивают на нее цену, чтобы иметь какую-то материальную выгоду. Торгашей скупщиков мы сегодня не обнаружили, а вот бабули цену держат. И в среднем, в сравнении с прошлым годом, она выросла на 50 рублей. Пластиковый стакан жимолости и садовой клубники обойдется в 150 рублей. Маленькая майонезная ведерко в 300. А что вы в магазине-то не спросите, почему такие цены? Вот и спросите там. Бабушка вот продала, пошла в магазин, купила. Вот поэтому все это так. Затраты на нее стали дороже. Во-первых, чтобы купить какое-то удобрение, оно стало намного дороже. Семена тоже стали дороже. То есть вода полив, все дороже стало. Электричество тоже дороже. Выходишь, потому что пенсии совершенно не хватает. Пока на стихийных рынках вдоволь виктории жимолости и лесной земляники. Кстати, некоторые продавцы отмечают снижение цен на собранную в лесу ягоду. В прошлом году 500 рублей литр спокойно покупали. Ее просто в этом году много ягод и все. Но опять же, не каждый готов продавать со скидкой. И объяснение этому тоже есть. Извините, а бензин тоже подорожал. За ней доехать нужно. Ну и естественно, и свой труд нужно уважать. Извините, ее собрать – это самая тяжелая ягода. Чтобы купить витамины немного дешевле, взять надо больше. И это тоже диктует рынок. Кстати, знатоки нам сообщили, что нынче будет большой урожай вишни. И вот на нее цена должна упасть. Но это не точно. А может быть, ввиду вот этих всяких подсанкций косят, что ли, старухи. Ну не могу ничего сказать. У всех разная совесть. Один сидит, просит 300 за стакан, другой 150. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.